До обеда два часа. Костас Полихронополос и его команда должны спешить. Сегодня они готовят еду примерно для двух тысяч человек на открытом воздухе и с помощью самого примитивного оборудования. А это непростая задача. У нас часто бывают трудности из-за сильного ветра, и нужно больше людей для помощи. Сегодня в меню критараки – греческие макароны с овощами. Еду привозит волонтерская организация «Другой человек». Установили эту передвижную кухню прямо на пепелище. Всего через несколько дней после того, как пожар уничтожил крупнейший в Европе лагерь беженцев Мория. Это место раньше было чем-то домом. Вот газовый баллон, а рядом с ним кухонная утварь. Рядом было еще одно жилище, где бутылки воды. Лагерь Мория был домом для 13 тысяч человек, живших здесь в стесненных невыносимых условиях. Костас в курсе масштабов этой катастрофы. Он основал свою организацию во время финансового кризиса, когда он и многие другие в Греции потеряли почти все. Сначала он начал готовить еду для бездомных на улицах Афин. А когда кризис беженцев пришел на греческие острова в 2015 году, он приехал на Лесбос. С тех пор миссия организации не изменилась. Мы решили приехать сюда, во-первых, потому что нам срочно нужно обеспечить людей едой. А во-вторых, чтобы их успокоить и показать, что мы с ними. Чтобы они поняли, что не все фашисты или расисты, и что мы заботимся о людях рядом с нами. Волонтеры и беженцы готовят и едят вместе, стараясь создать чувство общности среди людей, у которых не осталось ничего, кроме друг друга. Я была в той же ситуации раньше, что и эти люди сейчас. Я их понимаю. Но большинство бывших обитателей лагеря спят здесь, на открытом воздухе, на улицах Лесбоса. Хотя силы безопасности начали перемещать людей в новый временный лагерь, большинство беженцев и мигрантов отказываются туда ехать, опасаясь, что условия там вскоре могут стать такими же невыносимыми, как в море. Фонды помощи предупреждают, что ситуация среди перемещенных в результате пожара беженцев продолжает стремительно ухудшаться. Им не хватает того же, чего не хватало пять лет назад. Только все обстоит еще хуже. Это означает, что доступ к пище и чистой воде хуже, чем раньше. Доступ к здравоохранению еще хуже, чем раньше. Все, что мы видели плохого раньше, теперь еще хуже. За время своего пребывания на острове Костас Полихронополос также не заметил никаких улучшений. Он говорит, что это разочаровывает, но он продолжает надеяться хотя бы на небольшие изменения к лучшему. Если у них не будет надежды, они умрут. Все, что у них осталось, это надежда начать новую жизнь для себя и дать своим детям лучшую жизнь. Наконец-то обед готов, и шеф-повар лично встает на раздачу. Этот опыт был для него сложным, но сегодня, раздавая еду на полторы тысячи человек, он говорит, что чувствует в себе силы помогать и дальше. Я могу дать людям много больше, мы еще только начали. Его волонтеры полны решимости и продолжают работать столько, сколько потребуется, раздавая еду беженцам и поддерживая их в это трудное время. Субтитры создавал DimaTorzok